Теперь о ночной стрельбе по окнам напоминают только следы от пневмовинтовки. Клавдия Михайловна уверена, ее окна выбрали не случайно. Так вот, если это хулиганские, почему именно мои окна выбраны? Почему рядом ни в одно окно не стрельнули? Значит, это все-таки заказ. Говорит, до этого еще разрисовали дверь и перерезали провода интернета. Это устрашение не только мне, а всем активистам, которые сейчас начинают следовать за мной. А началось все, когда председатель дома Клавдия Михайловна указала руководителям своего ДУКа «Жилсервис-1» на недобросовестность. Ремонта в доме не было уже 10 лет. А в ответ на просьбу о новых почтовых ящиках жильцы получили внезапную прибавку в квитанциях ЖКХ. Потом выясняется, что подобная ситуация во всех домах завожья. Дело в том, что практически весь жилой фонд города обслуживает четыре домоуправляющие компании «Жилсервис-1», «Жилсервис-2», «Жилсервис-3» и «ООО «ДУК». Их хозяева дружат и действуют единым фронтом. Поэтому в городе это сообщество получило прозвище «Жилищно-коммунальная братва». Обнаружила незаконное повышение тарифов. Как мы знаем, как и присутствующие здесь все знают, тарифы могут повышаться или решением общего собрания собственников, или органам местного самоправления в случае, если жители не собираются на собрание. У нас есть третий способ. Третий способ, когда домоуправляющие компании повышают тарифы самостоятельно. Обращение в правоохранительные органы, в общем, они оказались совершенно пустыми, потому что домоуправляющие компании состались на то, что якобы в договорах управления есть пункт, который позволяет автоматически повышать тарифы. Попав в такую западню, жители обратились в общероссийский народный фронт. Эксперты рабочей группы выехали в Заволжье вместе с руководством госжилинспекции. Теперь конфликт между потребителями и коммунальщиками пытаются решить на организованном народным фронтом собрании. Пришел и представитель ДУКа. В городе 450 квартирных домов. 47 тысяч жителей. Из 47 тысяч жителей только 5 человек, которые постоянно пишут жалобы и письма. Я от геонализа делаю. Эти письма пишутся под копирку, слово в слово. Как будто ими кто-то манипулирует. Однако о заслугах так называемой коммунальной братвы лучше говорит состояние домов. Четвертый дом по улице Дзержинского ждет ремонта давно. Регулярно затапливает подвал, козырек в аварийном состоянии и многое другое. Зато теперь инновационные лампочки в подъезде. Списали здесь дома 40 с лишним тысяч. Я на собрании, на общем, был у нас главный инженер, я ему задала вопрос. Я говорю, вы нам в доме всю проводку сменили? Или это такие лампы позолоченные? Осважняет ситуацию и то, что договор заключен между ДУКами и администрацией, а не жителями. Следовательно, расторгнуть или изменить его должен муниципалитет. Прежде всего, и это будет зафиксировано в решении сегодняшнего собрания, это провести анализ всех договоров управления, бесспорно их актуализировать в рамках действующих законодательств. Если не предусмотрено договором управления повышение или индексация платы за содержание общего имущества, управляющая компания единолично эту плату подняла, то мы выдавим предписание, чтобы сделали перерасчет. Если она этот перерасчет не делает, то отправляем в суд. Если будут такие обстоятельства, что нужно управляющей компании, необходимо будет лишить лицензии по закону, мы будем это делать, конечно. Виктория Кузьмина, Максим Веселов. Объективно. ННТВ.